всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала вот наконец-то мы решили открыть летний сезон 2016 года приехали с димой вдруг у нас снега не было заночно валило много снега такая сказочная тайга очень красиво очень красиво сейчас дима отогнал машину идет сейчас мы поедем на рыбалку судим за круто машину расскажи какие у тебя ощущения в открытии сезона передаваемые наматывал шнуры точил крючки мечтал в воде у меня скажу какие-то чувства такие притуплены в этом сезоне все как-то как-то так на душе не радостно наверно может быть нету такой радости как раньше такой ребятячий пацанячий потому что трезвый мы сверлишься дима с тобой блин не выпить блин нифига не нормально не помпореру костра сплясать блин действительно как-то неправильно начиная сезон еще в трезвом виде но вообще как-то ну неправильно я не сразу какая может быть рыба на трезвую мы сегодня приехали купать воблеров да а вот это да вот это другое видно еще мыло несет даже не шугу это то что снег валил видно по речке он комками собрался и несет вода очень маленькая видите льдины сидят прям на мели видно мы сегодня не ошиблись что взяли водомет йо кипал дима просто косяк ты как интейк поставил или авшары до чего у нас опять головняк в сезоне то слотки протрахали сейчас тут тащи ключ на 10 сейчас интейк менять будем сезон открыли чем будем интейк перекручивать димон нахера ты его вдолбил обратной стороной я что-то смотрю думаю как мы мотор так вывернули понять не могу приплыли кто клапан спускал решили подтянуть ну потому что трезвая час блин с клапаном теперь заметили что это хорошо что на воду сейчас не спустились чтобы ты тянули бы этим и ключами бы где-нибудь уже бы километра три бы внизу бы влень вот так вот у нас начинается сезон что-то как-то не очень мы его начинаем ну и конечно там же в наш лучший друг андрей с нами не поехал а фамилия у друга как кончается на к а если к это просто просто пипец там русским духом и не пахнет да от этого нам так везет да 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 это у тебя может путем тебе ночью там гараж залазил там минтейк перекручивать это я хотел наточить импеллер подправить решил интересная передача по телевизору скорее всего я на нее влёкся ну да не хрен в гараже телевизоры смотреть дома не дают до мультики мультики это весело не ну очень красиво на речке я даже не знаю что еще вам сказать уважаемые зрители пойманного таймени и отпустим его символически такого красавца весеннего брать просто руки не поднимутся однозначно если мы его поймаем сейчас уставший весь поднимается ну чё попёрли попёрли димон чё у тебя шаг выставлен что-то не правит шаг 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 ну подними заглуши а вода чистая кажется как будто вообще действительно не мелко заглуши поднимать все у нас отлично ниже опускаю сильнее дави вроде все правильно спускай сразу же тут нажимать чтобы вылетел что проверим все сюда 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 все газ в пол пошел с низкого старта сразу полетим и до самого солнца и назад возвратимся скорей а а а Я рулю за тебя, я могу и лево, и вправо, и вправо. Я, кстати, когда учиться на моторе начинал, я рулю правой рукой всегда, прикинь. На лево. Не, я думаю, это, по тёплой проскочью мы это в руководье. Это мы тогда оттуда проходили, вполне не показываю. А сейчас вот здесь вот пройдём. И поскруба, не поскруба, а я маленький такой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поднимай. Дай-ка мой спиннинджок, пожалуйста. Я совершу первый свой заброс в этом сезоне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как мелко. Надо ниже вот там к яме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бегал, маленький, хищный. Наверное, рыбку пас по самой кромке льда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, что-то вот был снег, несёт шугу. В принципе, не сильно она нам и мешает, но затрудняет подъём водомёту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проводки тоже чуть-чуть мешает. Не сказал бы, что сильно. Воблеры большие, они прорезают эту кашу. Своей нагрузкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот наш первый красавец. Я работаю с включенной камерой. Ну, видно, батарейка чуть-чуть подзамерзает. Села. Вот он, ты, мешоночек. Попался. Ну-ка, подержи его, Динька. Отцепляй ему. Мучить мы его долго не будем. Засадился. Наточенные крючки папы тайменя. Вроде и засадился не сильненько, да? А положь спиннинг снег. А я тебя с ним сниму. Я думал, процесс вываживания будет снять. Ой, какой ты мой маленький. У-у-у-у-у-у. Ну, как голову ему продай. Давай. Красавелла. Вот наш первый. Опа. Отпускай. Ну-ка, что я с этой стороны сниму уже. О! Держись. Ха-ха-ха-ха. Отпустили. Опа. Все, вместе с тайменей. Нагреб? Ага. Чуть-чуть, да? Да. Больше. Давай. Ха-ха-ха. С радостью полезли на один край снять, блин. Ну, все-таки обрыбились. Вот такая история. Оба провалились, начерпали. Зато мы отпустили таймешонка. Сейчас будем разбавлять костерчик и подсушиваться. Хотя можно и до машины проскочить. Тут, наверное, на земле, Дим, смотри. Я где-то натоптал. Ну, давай, вот земля. Вон, земля же. Земля и люди. Земля, земля. Не слышу ни хера, да? Земля, земля. Я Хабибуллин, кто я? Да. Чем хорошо на горной реке, всегда есть залом. С дровами, которые можно разобрать. Да, все-таки это, Димон, чтобы мы с тобой не накатили. Вот что значит открывать сезон на сухую. И когда есть друг, который не смог поехать, с фамилией кончающейся накопа, желав нам удачи, и все у нас началось не так, как надо. Сначала у нас клапан травил воздух предохранительный в дне. Начали снимать клапан, разбираться, подклеивать. Пока клапан сняли, провалилась та ответная часть изнутри, в которую вкручиваться, ушла вниз. Снимали второй клапан, чтобы его отверткой там проволочкой подцепить. Пока это все сделали, начали отплывать. Оказалось, что у нас интейк, это наоборот, на 360 градусов перевернут. Пока его перевернули, приехали. Тут, конечно, катушка Дайва Турнамент Форс дала маху. Хотел взять старые проверенные снасти на открытие сезона, но вот что-то решил взять новую катушку, надеюсь, что будет. И вот такую маленькую нагрузку она не выдержала. Резьба окрашилась при нагрузке, таймешонка небольшого. Вот что брать бушные катушки вам не рекомендую. Вот что происходит, смотря на то, что внешний вид очень даже ничего, как бы сказать. И все у нас идет не так, как надо сегодня. Но, тем не менее, рыбу мы поймали, отпускали рыбу еще вдвоем, провалились по кромке льда, думав, что лед промерз до дна, как обычно это бывает. Но все-таки кромка осталась чуть-чуть, не до дна промерзшая, мы обвалились. Я воды не зачерпнул, сапоги были подняты, Дима нагреб. Сейчас мы и будем продолжать. Я хотел взять запасную, но потом подумал, ну что на один-то день уже, понимаешь, ну что-то запасное брать, ну что может случиться в этой жизни, да, Димон? Я покрутил этот, ну как, трехтысячный геомастер, думаю, как бы, крестик. Возьму, мало ли, полегче снасти. Угу. Кину ее в этот чемодан геомастерскую. Да, Дима, ты не поверишь, ты хоть раз видел, чтобы я с собой запасные снасти, там, катушки, спиннинги? Никогда не брал, блядь. Несмотря на то, что рыбачим достаточно крупную рыбу, как бы, никогда у меня не было запасных частей с собой. Я веду, как бы, ну, катушки, либо запасной, либо там шнура, либо спиннинга, всегда у меня все было ровно. Там их не слоган, с нами удача, с нами дайва. Да, 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 с нами удача. Так и дайва-то какая, топ-модель морская, это, типа, стела морская, понимаешь? Уровень и крошилась в Сиризболе. Там-то и мишенок сколько там, килограмма три максимум? Скорее всего, хорская вода. Хорская? Хорская вода, а не морская, блядь. Ха-ха-ха, это не на море там тунцов ловить с морвинами, блядь. Да, хорская вода, скорее всего, сказала свое да. Так я же ее перебирал, того делал, все закручивал, все ровно, то есть, ну вот прям закрутил, все четко, прям чувствовал, что не провернулось. Если бы я ее сорвал при закручивании, она, ну, понимаешь, да, сорвалась бы сразу. Да, я бы это почувствовал, что она провернулась. И все, я закрутил, все нормально, порыбачиваю. Как раз на ролик давил-то и мишенок. Не, ну, упирался он так, как бы, я говорю, казалось бы, что что-то крупноватое, но уставшее, как бы, медленно шло. Ну, оказалось бы, там от силы три килограмма, чего смеяться. Нас же, наверное, трешки нету. Ну, контакт был, надо было завершить. Да. Будем говорить, что десять. Да, будем говорить, что десятка. Будем говорить, что десятка, как обычно делают, блин. На деконтакты ловят десяток с такими тройниками, которые на разрыв даже, если кантором подтянуть, трех килограмм не держит, блин. Как они там на десятку на деконтакты ловят, таймени, хер его знает. Так, ну что, есть вот такой классный паштет? Да, что-то я сальца нарезал. А, сальца. Вон, тогда есть картошечка вареная к сальцу. Есть хлебушек? Хлебушек уже есть. Да, хорошенько. Есть колбаска, можно ее, слышь, подогреть, может. Скажем так? Ну да, в фольге. Вот мы полностью, блядь, это вот то, что... Трезвый образ жизни, стопудово, тут все накладывается в комплексе, вся наша неудача, Дима. Поди не налили. Да, поди не налили, водки нету, поди не налили, все, оно поперло, не в нужной струе. Изменили десятилетним традициям, Дима, понимаешь? Не надо в жизни что-то менять оказываться, когда все начинается. Ой, блядь. Где теперь родить эту фигню? Придется, наверное, твой токарь, который мне эти шайбы точит поднапрягать, слышь, у тебя на заводе. Вот мы с Димоном обсушились, обогрелись, перекусили. И Димон сказал, что я сейчас буду показывать именно класс. У Димона была катушка Экусима тысячная оказывается. Тысячник. Тысячник. Тысячник? Да. Еще с ультралайтовым шнуром 1000 АВИ. Видишь? Хе-хе-хе-хе. И я на Хитман до 80 грамм. Из-за такого случая, что дайва накрылась. Поставил тысячную на ультралайтовом шнуре. И буду пытаться поймать гигантского тайменя. Но Дима сказал, шнур тоже дайвовский. Хе-хе-хе-хе. Все, что связано с брендом дайва, у меня надеги нет никакой на этот бренд. Практика жизненная показывает, что нельзя полагаться. Дима поймал рыбу. Сейчас придем, посмотрим. Ого! Я его забагрил за тройник. Да, за тройник. Красавец, смотри какой. Пасть открыл и закрывать не хочет. Да, он же перебил хребтиву. Да ты че, перебил ему. Это вот он в позе боевой, смотри. Да, в боевой позе, блин. Сразу же такой весь встал. Офига, у него хавалка. Он вполне бы мог ужалить этого воблера. Отпускать вдвоем не будем. О, смотри, лег на дно сразу же. Под лед. Вон он лежит, Дим. Да-да-да, вон лежит. Вот. Смотри. Я один раз их на муху ловил. Вот так вот. Ему берешь вот так вот. Блеснул. Смотри, я по нему. Стучу по нему. Ему пофигу. Ну вот таймишонок тут и стоял, он и хавал этих бочков. На, Андрюха. Целый год не видел, блядь. Целый год не видел, да? А, целый год не видел, да? Я тоже такой смотрю, ты не ты чинишь. Обычно ты за рулем на своем. А тут... На таске у молодежки, блядь. Надо где-то надо хлебнуть. Хлебнуть. Здорово. Как дела, братан? Нормально все. Нормально, да? Живу, блядь. Ну а куда? Пацан уже... Третий. Третий. Третий? Ого, поздравляю. Подрастает уже почти год. А чё туристы ловят на чё? Спиннинги? На виски. Саш, я им всем всегда рассказываю. Вот этот чувак берет вот так, подъезжаем на косу, говорит. Подождите, Андрон, говорит. Не уезжай. Сейчас, говорит, ёмнем по 100 грамм. Эти пускай, говорит, лодку накачают. А я, говорит, пять хоризов, говорит, сейчас на толу ебану. Понял? А я наблюдай за этой хуйней. Ну правда, не правда, понимаешь? Ты аккуратнее, у тебя сзади протали. И это. Вот так. Блядь, я тебе пока там чё-то тусовка, хуёк. Он шик одного выкидывает. Ой, я второго, третьего. Я тут обдираю уже, толу готовлю, да, хуй. Он мне по... И он мне объясняет тему, понимаешь? Вот, блядь, натуральная тема была. Ты мне как сказал? Не давай мушки в руки никому брать, правильно? Он духами подухарился, ты как сказал? Да. От комаров побрызгался. На руках эта хуйня осталась. Репелленты остаются. И всё. А у неё нюх ёбаный в рот. Он первый в мире, блядь, правильно? Ну, как будто считается такая хуйня. Есть такое дело. И всё. Ну, он при мне прямо вот так, цмык-цмык с берега выдернул. Я тут ободрал. Так-так-так, тала, всё, ёбнули. Поплыл, блядь. Хорошая, да? Ну ладно, скромнее, руки чуть-чуть сведи. А я не показывал какие. Я сказал, что они сидят вот тут два. Да нет, какие они есть, мы сами знаем, каких размеров тут вырастает. Ему ебать-то не надо, рыбать-то нет. Конечно. Этот уже сколько? Лет, наверное, 15 уже, блядь. Больше. Больше. Больше уже, да, мы, Андрюх, узнаем друг друга? Больше. Больше 15 лет я сюда уже езжу на рыбалку. Ну ладно, Андрюх, рад был тебя видеть. Я что езду на езды? Да, да. Я тебя не увидел в прошлый год просто. Говорю пацанам, что-то пацан, говорю, тусовался, пацанам. А в прошлом году у нас у меня столько головников, блядь. У меня жена в аварию попала, машину, крузака разбила, мне не на чем ехать. У Андрюхи с кем мы ездили, который тебе танк привозил, помнишь? У него пыжик от двигателя сломался, блядь. И мы, короче, осенью не попали на это. Пешеходы стали. Пешеходы стали, короче. Ну, больше таймени. Ну, пожирнее будут. Да, пожирнее будут, блядь. Вот, Саня, вот он таймени ебать, вот этот типок. Я тебе про них рассказывал. Говорит, вот такого воблера. Чем больше приманка, тем больше рыбы, хули. Ну, я тебе говорю, вот просто тупо нахуй вытаскивает. Андрюха говорит, есть ли ног? Да емано в рот, ты же, Саня, на рыбалку. Да мне, говорит, жалко ту рыбу. Туристы с косы звонят. Это тебе уже туристы, наверное, с косы. Забирай туристов. Хе-хе-хе-хе-хе. Офига они там, жескач, да, ночь, наверное, перезимовали, блядь. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну чё, стартую выше. Или мы же, или тут, тусуемся. Да, ну давай выше. Сколько время? Одиннадцать. Одиннадцать? Всё только начинается, оказывается. Всё только начинается. Ну чё, Димон, готовься. Вся надежда, только тебя первого запускаем. У тебя есть снасть достойная. А мне-то чё поклёвку брать? С этой хернёй, что ли? С таким снуром мне даже и поклёвка не нужна, блядь. Хе-хе-хе-хе. Так что, Димон, у тебя, тебе полный карт-бланш. Вот за эту вот вербочку, Дим, за нижнюю веточку вот эту вот. Просто сказочно красиво, смотри, как верба в снежку, да, в причале, просто обалденно. За ту, да, хочешь? Да. Давай за ту. Кстати, вот здесь и щука может поджиматься. Мы уже несколько раз здесь щуку ловили вот в таких вот местах. Ну, давай. Я тут даже боюсь. Пускай сначала как бы ближе, как всегда, к этому круслу облавливать. Веточка нас держит, небенькая. Мужики там пытаются со льда ловить ледобуром, кромку льда бурят. Видишь, и сидят. Ну, просто верба обалденная. Как в сказочном лесу. Такие эти уже, смотри, набухли. Пушистики. Просто сказочная тайга. Как у Димы клюнет, мы сразу же узнаем. Дима начнет кряхтеть. Хе-хе-хе. Да, ты как думал. У него же на спиннинге должна быть фантастическая чуйка. Да. Хе-хе-хе. Как у граффит лидера, да? Да. Как тебе, Дима, шнурок strike pro? Да, слушай, неплохо. Неплохо, да? Вот это вот, видишь, сматывается. Подмерзает, да? Нет, подмерзает. Так это любой шнурок подмерзает. Я не думаю, что это минус шнурка, что он подмерзает. Не то ли врезается, я вот не пойму, но он между собой. Смерзается они между собой просто. Смерзается. Надо было эту какую-то нам использовать. Дима сегодня еще и катушку использует новую. Кстати, я очень доволен. Пятитысячный биомастер. Да, пятитысячный биомастер из VPG. Как ним тянет воблера? Ты знаешь, как вертушку троечку. А можно мне попробовать? Я просто биомастером ни разу пятитысячным не ловил морским. Блин. Смотрите, уважаемые. Одним пальцем упористого воблера против течения. Да, Дима? Смотри, я думаю, видно на камеру? Нет, что я исполняю. Видите? Даже не за ручку, а одним пальцем. Вот все, воблер заглубляется. Четырехметровый, смотрите. Кручу одним пальцем, даже не за ручку. Против течения такого, достаточно быстрого. Смотрите. Как кончик загибается, я одним пальчиком кручу. Очень приятный кноп такой, да? Да. Плавный тянет, так очень хорошо. Ты знаешь, его сейчас опрессовать надо. Сейчас там только у тебя вытащить под них размеры. Ротора опрессовать. И по-моему, надо брать еще, пока они в выпуске. Вот, мне кажется, их сейчас производство снимут, Дима. И это будет последнее, что будет более-менее что-то нормальное у Шимана. Надо еще себе про запас взять, да? Биомастера такого. Судьба нам не дает поймать с Димой рыбу. Дошли еще до одного места до ямы, а яма закрыта. Вот. Такие вот дела. Яма закрыта. А дальше мы уже подниматься не можем. Все-таки дно подспустило у нас. У нас дно надувного низкого давления, оно у нас подспустило. А насоса у нас с собой нет. И водомет не может идти в нормальном режиме против течения нарядания. Дальше нам осталось только вниз и все, да, Дим? Да, водим. Обычно все такие неприятности, которые происходят с нами в одну рыбалку, они даже на протяжении всего года, я не помню, в каком году со мной столько было неприятностей за весь год. Я тебе честно, Дим, говорю, сколько? Это, наверное, так же, да? Да. Слишком много прям в одну рыбалку. Поклевка была. Поклевка, да? Поклевка была. Поклевка, да? Может, ленок подъемный? Легоночка. Легоночка? Да, ленок. Ленок весенний. Тем более, как раз небольшой салмоперч, да, гобблер. Да, это стопудово с игрой кренка. Это ленок на него отозвался, а крючочек все-таки большеватый, он весной как бы вяло. Будем теперь с дорогой раполы скатываться на салмах. На Либерти. На Либерти. На Либерти и на Ютуму. Ну, на Либерти, на Ютуму. Ну и салма тоже, где чего. Да? Перчи тоже эти хорошие. В прошлом году себя показали по таймешкам, рыбачили, да? Ну, народ у нас их вообще любит, если бычки под камень, еще эти маленькие. Ну, это да. Ну, а что-то я их не люблю. Смотрю, катушка радует, да? Да. Да. То есть почувствовал, да, что на больших упористых веблерах это не тот, да? Вот эта разница есть между тем и этим биомастером, да, Дим? Угу. И укладочка хорошенькая. И шнурок как раз, кстати, пригодился. Раньше было нормальный парень. А теперь он стал качком, но меня он не запарил. Он остался дурачком, да? А если в вас не поебень. Что ебень, что не ебень. Ну-ка, что тут у друга Диму можно отжать? А я скажу, у друга Димы даже и нехер отжимать. А я скажу, вот у меня есть гоблер китайский. Да? На него ловили таймени. Вот, нифига себе. Это просто крутой перец. Вот этот нормальный изурик. Изурик, да. Угу. Вот она, самба. 400. Огонь. Рабучее тело. Ты ко мне лучше даже сюда и не ныряй. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ты знаешь, что ты так подумал? Ну, наверное, пока их с производства не сняли, надо еще одну купить. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Чтоб хватило на всю жизнь, блин. А то сейчас шамана начнет эту шнягу делать с новыми этими. с топорами обгонного хода с маленькими пока есть этот биомастер тринадцатого года свой пиджи очень хороший кстати вес меньше чем у за убера 4000 те еще спиннинг нормальный бд ну это пока неплохо до первого таймения до хорошего тут потом ты поймешь что это не очень хорошо цепляет да не ну красиво очень солнышко так встала пригрела заломчики мы с тобой на льдине как на бригантине очень красиво но я сегодня все-таки доволен это тоже поймал это тоже кстати мы сегодня оба не харьки дима бычка я-то и мишонка как бы то ни было сколько нам сегодня с тобой в дорогу напутственных хороших слов не наговорили мы со всеми трудностями справляемся я тут сегодня собирался надежде кого-то увидеть серьезного и дал диму я даже джип приготовил для горной речки да лишь у меня всякий разный так три хустика взял меня хоть помогаю слышать тогда кстати у меня семейство диповых кранков появилась видишь на таймешку на большого 11 лазерный этот аэлита ну да его я хочу говорить это слово я понимаешь у меня отлично ничего личного к дайве претензий нет но почему-то не ну портить просто рыбалку и все все что связано с дайвовским брендом у меня но все почему-то как-то вот ломается смотри какой красавец лазером отбивает впереди себя моргает внутри стоит лазер но светит лазером с определенной частотой лепит да и да и мне сказали он светит лазером хотя вот написано лазер люры еще первого класса инструкции что есть не зря зрением нельзя смотреть понимаешь и уже моргает так как надо понимаешь что туда имени сразу же в мозгу появляется бешеный аппетит он понимает что должен у полюбачи схавать с очень большого расстояния понял будет воблер с 25 кадром понимаешь вот это как раз из этой вот серии понимаешь как бы видишь я моднявый пацан сейчас вообще хоть посмотрю он хоть хоть играет это чудо вообще-то хоть вот он тунучий оба на ты смотри-ка один он красавец нифига огонь а ты не видишь он моргает подмигивать нет в воде это только таймень наверное увидит да не хорошо идет у нее весь не детский смотри как его сейчас пулю сейчас там у меня будет рыб ловится кстати тоже неплохо играет смотри вот этот страйк провод это вот седловидной лопаткой ну это как раппала делать мы модняла ханя не там на упаковке написали что он до пяти метров страйк про нас точно скажу что цвета лопатой на пять метров хер он там нырнет да это видно и так по проводке что пяти метрами тут не пахнет ни в какую может 2 блин два с половиной сейчас посмотрим кстати летит неплохо перехлестнулся правда сейчас а вот тут смотри у меня пухнет сразу он прям тут на входе уже сидит и пасть разденул ждет когда ему тут смотри дна достаю прикинь отыгрываю а вот тут уже нет в ходу яму уже не достаю до глубокого стану наверно метра два если учитывать что десять два восемьдесят под нами прям вот но отбивает 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 да дима два с половиной точно идет оказывать ты сказал до пяти ну опять он не пойдет 5 он точно с такой лопатой не пойдет но 22 22 с половиной идет тоже интересненький да такой смотря какая от спро есть такая фирма типа гаммакатсу дело бренд 29 грамм а правда уже сам этих навесил как ты думаешь имеет место быть как это слышно сейчас в отвеску так как можно он она как в отвеску идет ой красавица ух как она шепчет нырят очень бомбезно чем уж попробовать его по кромке льда через всю яму вот это полет джиг по дну прикинь по кромке льда провел но это я сейчас вообще фигней занимаюсь ты понимаешь да что если он тут часу куху хватится то у меня с таким шнуром вариков просто его нет удержать очень хорошо отыграла кстати стоит брать даже для амура на верхоглядов хотя у него были вообще в априори двойники дим я тройники да ну вот я сейчас повесил тройники как страйк про и игра не изменилась то есть видишь не сбилось ничего то есть можно вешать тройники вот такие гаммакатсовские и видишь как бы даже этой мешонок там и все дела пойдет очень вот прикинь всю яму пробил вот это вот прям джигом как по дну провел низ по течению интересная тематика а вот это еще чё за чудо американское кстати у артура купил в магазине вот 200 рублей американская за что тут так-то посмотрел о на канаде им тоже живая она тоже имеет место быть слышь а если имеет место быть значит за 200 рублей можно и прикупить до наше время нелегко и полет хороший а дима таймень да ну нафиг вот это я сглупил мужики ультралайтовый шнур он клюнул зачем же ты на эту цикаду взялся слава богу ушел фух я бы его не поднял бы да ну дим нужно сколько он 015 сколько давай сюда ты понял где они берут на цикады в прямом эфире кстати камера снимала фу наконец он от я вот даже и подсекать не стал я потому что видишь куда я бы таким шнуром как бы подсёк так сразу и порвал бы его на одной подсечке это говорит о том что и слава богу что он я и мечтал чтобы он ушел вот так вот бывает шуточки хихихиха сидим все приманки думал он в яме подо льдом а он там на перекате стоит прикинь посредине речки на струи взял коры отмочили но мне вообще не жалко было отпускать потому что я бы сейчас просто бы оборвал бы шнур и потерял приманку лучше он же сам ушел я его не просек и отлично вот ним взялся прям вот так вот посередине андрюха туристов забрал туристы там натуре стилизть по полю хе-хе-хе-хе сказано его нахер блядь вот контраст дальневосточной рыбалки тут же горы тут же люди ловится льда чё мужики ловится ловится да ленки ленки клюю да рука устала ну рука устала да видишь прям на льду ловит только снег тает уже какие-то букашки по снегу побежали прям по снегу и ползут ты гляди-ка да какой у природы метаморфоз вон они по всему этому ползают дима облавливает у нас место под заломом надеждин это имение ну какое целое поле заломов забит один вход сейчас по ходу поднимется вода запьют и этот проходик протоки одни заломы молодой тальничок растет будет остров зарастет тальничок река поменяет свое русло ну вот подошла к концу наша с димой рыбалка сейчас поедем домой много сегодня у нас приключений да всяких разных особенно в одну рыбалку я если честно скажу то я столько приключений как бы знаешь что самое интересное мы ни одного выбора не утопили ага я утопил а ты утопил ну я ратлина утопил ратлина и блесну потому что зацепов очень много я вам наглядь затягиваю моё вчерашнее быстренькое изобретение да перед поездкой да это в авиации так скарб этот когда все обтягивают в самолете в транспортниках такая тема ну расскажи дим как твое впечатление о первом открытом сезоне хорошо руки болят накидался накидался и я сегодня ну как бы то ни было все хорошо все нормально перекусили сейчас поедем домой дядя вернуться сюда на следующий выходной ну да постараемся налью поди налить надо да это потому что все на трезвую было я столько бед уже не помню наверное очень много лет они случаются но все как то так растяжимо а тут все в один раз вся вот эта чесотка короче понеслась с самого начала ну вот уважаемые поедем мы домой всем до свидания ставьте палец вверх всем пока